Отлично. Добрый вечер всем, кто нас слушает и смотрит. С вами квази-подкаст «Мы разрешаем». Я Анна Заворыкина и Анна Горина, психотерапевты Санкт-Петербурга, моя соавтор. И сегодня мы сцеживаем желчь в нашем токсичном подкасте насчет всех типологий мира. Просто вот это была моя тема, макаясь, я завела эту историю, потому что в какой-то момент мой хронический спазм психического желчного пузыря по поводу деления людей на типы и того, как это применяется в реальности, достигает некоторого минимума. И мне нужно немножечко выпустить пар. Вот, например, в компании с Анной. Как выяснилось, Анна даже ведет некоторую группу, наверное, можно сказать, которая использует некоторые типологии. Поэтому я воспользуюсь случаем, чтобы... Не то, чтобы потыкать мамой палочкой, а надалеко, до нее не затянешься, но чтобы сделать некоторую дискуссию, вместе сцедить желчь, потому что я так понимаю, Анна, тебе тоже есть что сцедить, да? Ну, конечно, в этом смысле, вот, знаешь, эти рыбы, манифестеры с творцом и немножко шутом опухшим, и немножко они по фигуре, знаешь, яблоко, а по душе кабачок, это как способ... По душе огурец. Или помидорка, черви. В общем, вот... Парсик. Соко-соко. В общем, короче, все это понятно, неодобряемо, но понятно, и задолбывает, конечно, чего уж там. Тем более, знаешь, мне особенно за Бро Юнга обидно, потому что, знаешь, как это, когда читаешь статью про то, что вот был товарищ Юнг, он темпировал людей, но делал это как-то мутно и намного, значит, стромит, а мы доработали товарищ Юнга напильником и сделали, наконец, простую, понятную типологию и теперь типируем всех без регистрации и смс. Пожалуйста, пожалуйста, касса тут. Ну, как бы... Знаете, да, да. У меня тоже вот как раз это была последняя капля про товарища Юнга, который типировал людей. Вот. У меня с Юнгом как-то нежные отношения. Я начала его читать с 13 лет. Вот. Не то, чтобы я прям сильно его понимала, но, как ты понимаешь, я как бы заканчивала читать одну главу, понимала, что я забыла, что в самом начале я принимала читать ее снова. Поэтому моя книга Юнга приобрела такой очень благородный, почительный характер. Но что-то я даже, что-то я даже успела усвоить. Вот. У меня была любимая прям книжка «Метаморфоза Либида и его значение», потому что она как раз понятная. Вот. Подростка очень понятная. Ну, да, потому что, собственно, чего тут не понять. Действительно, все это есть «Метаморфоза Либида». Все это очевидно. Да-да, товарищ Юнг, ты был прав. Вот. Дотипирование как-то. Поэтому, короче, Юнг как-то воспринимается почти как член семьи, такой, значит, отсутствующий немножко дедушка. И тут, блин, Юнг типировал людей. Да неужели? И все во мне восстает против этого. И все во мне против этого еще восстает, потому что в огромном количестве случаев даже очень уважаемым, прекрасным людям, в том числе мне самой, кстати, очень сложно избавиться от соблазна использовать эту типологию для того, чтобы снять в себя ответственность. Я помню, как мы с моей, не то чтобы коллегами, короче, мы делали одну коллаборацию. Вот. И прям конкретно мы допустили промах в организации, не указали там, я не помню, то ли номер подъезда, то ли что-то вот такое. И поэтому нам пришлось, вместо того, что спокойно там раскладывать что-то, вот, бегать вокруг дома и всех отлавливать. Вот. Я такая, ну, это потому, что я манифест тратеги. Нет, это потому, что мы проебались на этом месте. Это не потому, что... Ну, то есть, да, понятно, что у каждого человека и у каждого типа даже, возьмем эти типы, внести свои сильные и слабые стороны. Но, как бы сказать, нет такого мудрого существа, который нас поставил на место организовывать семинар, будет манифест и проектор, а значит, будет прокол по организации. Вашей вины, девочки, в этом нет. 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 Если мы за собой знаем то, что у нас слабое место в том, чтобы вычитать нормальную информацию, значит, царям надо заложить дополнительный ресурс, чтобы ее сделать, а не говорить, ой, ну, это потому, что я. И это прям этого много, ну, что вы хотите, я бунтарь, поэтому я всем нахамил, вот, и разлил пиво на целый ковер. Ну, я же бунтарь. Химия Спейнера, да. Ну, как бы, а что вы от меня ожидали? Это же моя природа. Это такая детская как бы история, нет? Не кажется? Ну, она детская, детская, она абьюзивная, знаешь, дети же, они же абьюзеры, на самом деле, просто у них маленькая, миленькая мордочка, это позволяет не выкидывать их в порточку. Ну, собственно, child free, когда критикуют детей, они же умеют основания критиковать детей. Потому что дети абьюзеры доброй воли, они все время захватывают пространство, они как элементарная частица или бог присутствуют везде, занимают весь предоставленный объем и сжирают весь предоставленный ресурс. Они не знают этикета, они не умеют в баланс, они, ну, это и есть их баланс, им жить надо, а кто, они не могут сами себе это добыть. Понятно, что они будут это добывать, откуда смогут, ну, как бы, что критиковать-то, это тоже. Понятно, ну, как бы, просто, ну, не отменяет их агрессивной и экспансивной природы. Поэтому, знаешь, когда говорят, типа, ах, это детская позиция, рисуется какой-то ангелочек, знаешь, типа, который вот бедная няша и там, ну, милое нежное создание, ну, нет, ну, надо понимать, что это детская позиция, это, ну, и эта часть детской штуки тоже есть. Это абьюз доброй воли, это захват пространства, потому что надо как-то жить. Ну, просто, если тебе... То есть, если ребенок этого не делает, это как-то подозрительно. Это вот когда, вот эти вот детки в Бастер-Даунтон, вот, которые все время спят, у меня так куклы в детстве, они все время спали, было тоже очень удобно. Очень удобно, Чем кукла отличается от детей в лучшую сторону. Да, я понимаю, просто, если как это, хоботов при всей своей инфантинности для детского сада, это слишком громоздок. Ну, то есть, как бы, у нас есть детские части, но у нас еще должны быть взрослые части, которые должны эти детские части, ну, спонсировать, оберегать, защищать, воспитывать, спонсировать, устраивать им, ну, что хороший родитель должен делать для ребенка, то вот всякий человек взрослый должен делать для своего внутреннего ребенка, понимая прекрасно, что внутренний ребенок это такая, ну, блин, эгоистичная, экспансивная, агрессивная тварь, которая, что там, метаморфирует либидо непрерывно. Вот, поэтому, знаешь, инфантильное стало звучать как вот что-то такое, типа, недостаточно агрессивное. Мне видится здесь некий перекос. Нет, а я как раз не думаю, я как раз инфантильный именно вот в этом смысле. А, да? Детский, да, ну, это, понимаешь, такая непосредственность, неотягченная сознанием, вот, которая простота хуже воровства, вот, а что, да, ну, мне же все должны. Вот, и если ребенку действительно, ну, как бы не то, что все должны, но биологически вообще, да, ему все должны. Да. кто взрослому, то взрослому-то никто не должен. И поэтому, когда взрослым начинает себя вести, как будто мы все должны, и он такой же беспомощный и правда вот не может, ну, здрасте. Ну, а потому что я овен, и вот я, значит, ничего вы видели. Я правитель еще, знаешь, бунтарь, овен еще, я правитель. Да, бунтарь, овен и правитель. Да. Слушай, а у меня инфантильный, это вот именно, как бы, вот бедный кот. Видишь, у меня материнский комплекс активный, у меня есть дети, поэтому, как бы, у меня инфантильный, это вот бедный кот, действительно, нуждающийся в защите, протекции, воспитании, в обучении, и как бы, я ему это должна, поэтому у меня, знаешь, вот... А, у меня тоже самое, только я ему это не должна. Я пока у меня детей не была, тоже, в общем, как бы, не была должна, и очень надеюсь, что мне попусть, но в целом, как бы, я тоже не должна, но у меня, как это, есть... Ну, как бы, ну, поскольку ты должна своей, у тебя эта установочка по умолчанию стоит, поэтому, конечно. Да, ну, да, да, вот, как бы, есть у меня такое инии, когда кто-то бедный котик, и, ну, правда, не умеет. Другое дело, что я волевым джидайским усилием, это, ну, как бы, истечение молока из себя останавливаю, говорю, слушайте, говорю, у меня дети недосмотрены, я сама, в общем, не сказать, что там страшно социализированное существо, и по юнговской типологии мне не положено быть шибко социализованной, поэтому, как бы, по юнговскому же завету, по завету Бро-юнга, мне как раз надо тянуть недостающие, понимаешь? Поэтому... То есть ты нашла для себя опору в типологии? А не у него... Особенно юнга. Ну, в данном... Ну, юнг-то говорит прямо, он говорит, да, есть вот эта болевая нижняя трансцендентная функция, и да, по ней мы слабы, но именно она упокоена в бессознательном, именно через нее идет контакт с вот этим архетипическим ядром и центром личности под названием самость, большой буквы С, и, грубо говоря, хотите контакта с самостью, вам придется иметь дело с неразвитыми частями психики. Вам там все время больно, вы там все время просасываетесь. Извините за психотерапевтический термин, но я не нашла другого сейчас прямо. Вы все время там лажаете, вам все время там плохо, больно, непонятно. Ну, добровольно-то никто не пойдет, иначе туда, ну, как бы, понятно, да, что тут такая... Ну, да, есть гиперкомпенсаторная ведущая функция, в которой все понятно, хорошо, здорово, просто у нее есть границы применения. Смотри, то есть вот этой, у главной функции ведущей есть границы применения, есть какие-то вещи, которые хорошо получаются с помощью ведущей функции. Их, ну, меньше, чем всех вещей в мире. Соответственно, какие-то вещи еще можно сделать с помощью ведущей функции и двух вспомогателей, с помощью лома и такой-то матери, уже не так красиво. Но какие-то вещи просто тупо не делаются привычным способом, потому что их вотчина – это как раз вытесняемая слабая болевая функция. И у каждого типа будет своя в этом месте область слабости. Много у него типов, скажем, чтобы как бы мы не совсем пространство для суперзнатоков говорили. А у Юнга нету типов. У Юнга есть функции. Какие? Он их не типировал ни разу. Но функции-то какие? Функции четыре. Четыре функции. И две установки сознания. Две установки сознания – интровертное и экстравертное, при этом они имеют тенденцию тоже к переворачиванию. Нет никакого точно интровертного и точно экстравертного, потому что одно шизофрения, другое психоз. Поэтому мы, как здоровый человек, мы все время переворачиваемся. Мы то в экстравертной, то в интровертной установке сознания. Мы то внешний мир рассматриваем как объект, туда размещаем либидо и хотим как-то с этим взаимодействовать, либо у нас либидо внутрь, и мы интроверт, нам вообще интереснее с самими собой, и мы как раз только отмахиваемся от внешнего мира, который все время от нас хочет что-то там отщипнуть. И тогда мы интроверт. Ну, всякий здоровый человек, правда, в этом шатается. То есть две установки сознания, четыре функции. Мышление, чувство, это ось рациональных функций. То есть мы либо мыслим, думаем, это метамышление, мы в этом месте, ну, чистая рация, прям рацию-рацию, логика там, понимаешь? Понятно, понятно. Это называется не объяснение постфактум, а там мышление, акт мышления. И он очищен от эмоций и от чувств, от оценок. Вот. Ему противоположна рациональная же функция чувства, и это не вот такое чувство, а это чувство, ну, вот, что, что стоит. Оценка. Хочу-не хочу, хорошее-нехорошее, а может быть этика, а может быть ценности, знаешь, из серии. Мне вот это надо. Почему, не важно, это надо мне, хочу. Это чувство. Вот. И еще две иррациональные. Одно ощущение, которое, собственно, perception. Ну, вот, твоя вотчина, альфакторная. Ощущение непосредственное вот на рецепторах. И вторая иррациональная интуиция. Способность достроить, не вот это, не мистическое предвидение, не вижу, траву, вижу. Нет, вот способность достроить картину, непротиворечивую целостную рабочую, по недостающему количеству данных. То есть вот perception, ощущение, это способность воспринять лес здесь и сейчас в виде вот этого конкретного дерева, которое я обнимаю, и как бы никакого другого леса я не вижу, вот это не вижу леса за деревом, это перцепция, а способность увидеть лес и пренебречь каждым отдельно взятым деревом, но зато воспринять лес как явление, это интуиция. Иррациональное и то, и то. Отлично. Я вот... Да, да. Спасибо большое. И никакого типирования. Никакого типирования. Да, никакого типирования. Типирования мы можем, конечно, вывести из этого, но мы сейчас прямо этого делать не будем. К чему я это говорю? Потому что ты вот мне читал вот этот вот кусочек, где он говорил о том, что вот это он всё придумал, чтобы вычленить разные терапевтически важные... Прочитай лучше, а то я перебру. Терапевтически важные истории из хаоса. Из хаоса, да. Я прочитаю. Это я... Анна мне просто доказывала, что ещё при живом Юнге... Ещё сам живой Юнг... Ещё сам живой Юнг компанировал, собственно, тем, кто хотел сказать, что Юнг типирует, просто как тупо. Надо лучше типировать. Вот. Звучит это так. Хотя Юнг не предвидел нынешнего коммерческого использования своей типологической модели, он предупреждал относительно возможности её неправильного употребления, как, кавычки открываются, практического руководства к хорошему суждению о человеческом характере, кавычки закрывается. Дальше прямая речь Юнга. Даже в медицинских кругах бытует мнение, что мой метод лечения заключается в подгонке пациентов в эту систему и выдаче им соответствующего совета. Моя типология гораздо вернее является, вот здесь Анна, просто хотела, критическим аппаратом, служащим для отбора и организации материала из хаоса эмпирических данных. И уж ни в коем случае не предназначена для довешивания на людей ярлыков. Это не физиогномика и не антропологическая классификация модной, в прошлом виде, а критическая психология, имеющая дело с организацией и определением границ психических процессов, которые, как может быть показано, являются типическими. Вот, да. Да. Они могут быть являлась типическими, и причем смотри, что, как бы, какие я бы хотела... Это не то, что я критикую Юнга, вот, а то, что мне приходит в голову, когда я на него смотрю, и это тоже некоторым образом продолжает его мысль. Дело в том, что он, ну, то есть, мне кажется, что, например, если бы Юнг родился в Китае, у него была бы... он бы иным образом организовывал свои терапевтические наблюдения, вычленяя из хаоса вот эти функции по-разному, потому что, ну, он образованный человек, да, про, естественно, как мне кажется, вот эти его четыре функции, прям, они напрямую вырастают из четырех стихий, да, вот, вот этот вот священный квадрант, огонь, вода, земля, воздух, вот, ну, прям близенько, прям вот, видно-видно, опять же, вот они, да, одна из них скорее мужская и рациональная, другая скорее женская и рациональная, мужская и женская, это я так, тоже они по-разному, китайская, иньянская вот эта, да? Нет, это как раз, это как раз не китайская, потому что у китайцев их пять, и это не стихия у син, у син это не стихия, это у европейцев, это еще же то, что было, и у гераклиты, вот здесь, вот-вот-вот-вот, вся-вся основа, Четыре темперамента мы вспомним, да, естественно, Гиппократа. Гиппократ, да. И так далее. Все просто очень любили делить либо на три, либо на четыре части. Либо на семь, либо на двенадцать. Вот это мы прям... У нас просто весь культурный базис для этого нас... Поэтому если бы я, например, стала вдруг психиатром, стала бы тоже что-то придумывать, то есть ты же, когда ты смотришь на вот этот вот весь действительно хаос, проявление разных людей, тебе же надо, ну, надо какие-то прикидки делать. Ты думаешь, ну вот как, ну вот как. И понятно, что... Да, хоть как-нибудь оси координат взмести хоть какие-нибудь. Вот, и вот эти оси координат, они тебе подсказываются всем твоим предыдущим культурным опытом. Конечно. Особенно если его прям много, куда ты от него, сука, денешься. Никуда. И ничего, и в этом нет ничего плохого, с одной стороны, естественно. С другой стороны, я веду это к тому, что это просто способ членить бесконечное множество вариантов на какие-то варианты, которые ты хоть как-то хочешь уложить, чтобы получить систему, которая будет иметь предсказательную силу в важном тебе вопросе. Ну, например, да, для чего это может быть полезно? Да, вот так как навешивание ярлыков. Где может быть полезно навешивание ярлыков? Если мы говорим, что у нас вот этот вот, мы делаем анализ крови, вот, и у нас вот этот вот пациент диабетик, ему надо, значит, инсулин подкалывать. Вот это прям полезно навесить ярлык, вот, чтобы сказать, что вот этому человеку нужно вот это лекарство. Это работает в каких случаях? В случаях такого яркого нарушения, да, когда мы прямо видим, что у нас вот такая вот есть проблема. И вот это вот, ну, конечно, и с одной стороны мы валимся в вот эту вот стигматизацию, бла-бла-бла, но терапевтически это полезно, потому что если ты видишь, что у тебя там посинела точка справа от пупка и тебе надо, ты знаешь, что если надо срочно резать этого человека, ну, понятно, как бы надо. Надо типировать людей, на которых надо очень срочно резать и не очень срочно резать. Опять же, людей, как говорили, да, в военных госпиталях там делят, да, на красные, зеленые, желтые. Вот, это же другое деление, чем когда больше времени нет потока людей, между которыми надо выбрать и так далее. То есть делят по разным совершенно признакам. И я, возвращаясь к своему, хотела бы еще сказать, что вот как делят людей, так же люди любят делить свои сенсорные потоки. Вот, то, что тоже меня все время как-то, да, вот как это, сколько запахов может разделять человек. И дальше начинается. Ну, то есть запахами, это вообще там была, например, история такая. Во-первых, зачем, зачем нам знать, сколько ангелов помещается на кончике иглы? Чтобы что-то посчитать. Ну, люди же любят считать, да, чтобы какие-нибудь циферки были. Вот, как любое газетное заголовок без цифр, это не заголовок. Мы знаем, что это как бы для СМИ это надо. Прямо по-простому. Для солидности. Секунды ненависти. Вот. И, например, в прошлом веке был такой крокет из товарища. И они придумали, значит, что они тоже базировались на какой-то одной из замшелых классификаций запахов. И они говорят, ну, а что, давайте вот разделим все запахи на розовый, фруктовый, гнилостный, землистый. И, в общем, сделали там их, например, 10 штук. Не суть важны. Почему именно такие? Потому. Потому. Вот. Они говорят, ну, вот смотрите, вот такие вот есть, значит, запахи. Но еще мы сделаем, значит, систему тестирования по ним. И будем определять просто по баллам, насколько человек чувствителен к каждому из запахов. Почему они вот так вот решили поделить бесконечное множество запахов, неизвестно. Задам вопрос по-другому, более очевидный. Сколько цветов различает человек? Анна. Нет. Нет, видимо. Ну, как-то, да, но нам же как-то надо с этим работать. Нам надо как-то членить. И то есть, как бы, казалось бы, я подталкиваю, чтобы сказала, казалось бы, все мы знаем, что в радуге цветов. Вот. Семь. Семь, да. Каждый охотник желает знать, где цветов. Да-да-да, это же все знают, да? А еще есть это CMYK ключ, есть цифровой. А еще есть три простых цвета, которые типа дают. RGB, да. Дальнейшая смешка. Про радугу. Ты знаешь, например, что, ну, во-первых, у англичан исчез между голубым и синим сложности. Вот. А, например, в средние века... Казаны не знают. Да, не знают они. В средние века считали, что в радуге когда-то считали, что три, когда-то считали, что четыре цвета. Я с ними согласна. Я синицветную радугу видела один раз в жизни. Очень удивилась. Обычно так примерно там, не с М-8, там обычно как раз три, ну, четыре максимума. Ну, в такой, в обычной средней, ну, в питерской радуге, короче, не семь. Я не знаю, как у вас, но у нас в Питере точно не знают. То есть у вас в Питере средние века до сих пор. Я всегда это сказала. Очень средние, очень средние века. Нет, я видела однажды, знаешь, Анна, это реально был шок сенсорный, потому что было грозовое облако, и в него било солнце. Это в Питере в наши средние века вообще, недалеко отходя. Но это было такое явление природы, когда солнце било в грозовую темно-серую тучу, и там реально была семицветная радуга, как в картинке, в книжке детской. И это один раз в жизни со мной случилось. Я такая думаю, ну, нифига себе, мне не врали все эти годы. Ну, то есть, да, хоть как-то, хоть разочек. Да, ух ты. Я помню всей собой, что это было именно вау. Естественно, я взяла айфон, естественно, нельзя сфотографировать радугу в айфон, ха-ха-ха. И не получится. Вот этой вот нецветной, жирной, яркой радуги, которую я один раз в жизни видела, нет у меня фоточки, даже не похвастаться. Но обычно там как раз внутри цвета. Я с ним согласна. И да, то есть мы имеем, когда мы говорим, конечно, про вот эти вот классификации, сколько вешаем граммов, мы сразу много всего пытаемся туда упаковать. Первая история – это вообще, как мы ментально делим, да, вот этот вот сенсорный поток. Вот как Юнг говорил, вот он видит там 100-500 пациентов, и они все какие-то вот такие вот. И он думает, ну, дай-ка я, значит, вот так вот так. Да, вот пусть будет четыре функции, просто потому что мне нравится число четыре. Оно хорошее, как бы укладывается красиво, да, опять же, все люди. Он прям так и говорит, ты понимаешь, Анна, он прям так и говорит. А что, я же говорю, что люди, у которых мышление сильное, и которые делают науку, они же придают огромное значение вот этому, то, что называется, элегантности решения. Чтобы оно было не просто решение, взял, да, и поехал без шашечек. Вот, а чтобы оно было элегантно, четыре, ну, значит, здесь будет четыре. Вы знаете, как это обосновывает? Он говорит, что это, ну, типа, что можно было бы по-другому поделить. И можно было бы вообще, вот весь этот хаос, можно было бы, типа, другие оси координатные задать. Вот в этом смысле он говорит. Он прямо это заявляет. Он говорит, но это не безупречно, и это работает. Ну, то есть эмпирически это достаточно высокую предсказательную и, опять же, эмпирическую ценность имеет. А плюс к этому, он говорит, это достоверно, ровно потому, что, ну, то, что ты называешь элегантно, он называет мандалоподобно. То есть, он говорит, это достоверно, поскольку это, ну, вот, дает искомую целостность. Искому его основательность, да. Ну, вообще, квадрат – это хорошо. Ну, очень, очень все. А круг и все будет. Сокрайл. Ну, круг, он внутри же квадрата, правильно? Наоборот. Нет, это что? А самость это что у нас? Самость круг. Это квадрат. У нас же самость – это ядро. Да. Но он одновременно внутри и снаружи. Ну, окей. Да, 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 да. Ну, да, такое. Вот. И, соответственно, там красивая, красивая история. С другой стороны, мы можем найти какие-то действительно физические основания для детей. Ну, группа крови – нормальная прям вещь, да. Ее вот можно вот реально пощупать руками. И действительно, и только, по-моему, насколько я помню, их только четыре больше нет. Пока не открыли. Ну, пока не открыли, да. Но как бы вот это уже никакого умозрения. Мы просто берем все, что есть и видим, что его всего четыре вида. Не то, что там англичане делают один голубой цвет, а ацтеки – 135. Нет. Просто всего четыре. Или, например, мы говорим, что окей, а мы смотрим на зрительные рецепторы. И мы внезапно видим, что зрительных рецепторов-то их всего три цветных, да? Всего три вида. Вот. То есть вот этот вот самый РДЖБ, он, в общем, близкий. Другое дело, что он дает нам, три вида рецепторов дает нам огромное количество сочетаний, богатства и так далее. И дальше мы приходим к тому, что цветов столько, сколько человек в состоянии различить. Причем это тренируется. И назвать еще. То есть вот эти списки художнических цветов, когда там смотришь на пюсовый цвет. Не обязательно, нет. Можно обязательно. Вы знаешь, как это тоже тестируется очень легко. Я просто даю два оттенка, выключая твое вербальное внимание. Причем, кстати, очень прикольно, что когда вербалику выключают, например, заставляя людей одновременно пытаться слушать и запомнить какой-то посторонний текст, да? И дает им различать разные оттенки синего. Вот. Ну, то есть вот элементарно на компьютере плашечка правая, плашечка левая. Кликайте здесь, если одинаковые цвета, здесь, если они разные. Вот. Их можно не знать, но либо ты видишь разницу, либо нет. Но, короче, для англичан, у которых нету разницы для голубого и синего, если их вербальную функцию не отвлекать, то они распознают на границе, на условной границе, которая, опять же, у каждого народа, она немножко в разных местах спектра. Да. Ну, вот такая общепринятая условно-английская граница, если у них мозги работают вместе с ментальной функцией, они различают медленнее. Ну, то есть они начинают сомневаться, блин, а что вообще это, синий или голубой и так далее. Потому что там же еще можно не только да или нет, там еще время можно посмотреть, естественно. А если их заставить одновременно, там, таблицу умножения, в уме, повторять, то они различают с той же скоростью, что все остальные люди Земли. Прикинь, это ужасно. Прикольно. Вот. Не знаю, зачем я это здесь рассказываю. Это не страшно. Я сказала, что нужно еще назвать их, а ты как раз рассказала. Да, 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 да. Ты сказала, что нужно назвать. Не всегда. Не всегда это нужно. То есть, в принципе, развлечение работает без этого. Назвать нужно, когда ты уже начинаешь ими оперировать. Ты говоришь, что мне нужен оттенок тухлого персика, а не протухшего. Понимаете разницу вообще? Потухший и протухший. Это два разных оттенка. Уставший еще. Персик уставший. А есть еще, да, притомившийся. Мир притомился от меня, а я притомилась от этих персиков. Вот. То же самое, что там лен. Да, и это вообще не то же самое, что там лен. Короче, мы пришли к персикам и на них несколько застряли. И вот так же, мне кажется, люди застревают и в рамках этих типологий и классификаций, забыв, что, в общем-то, вообще-то вот это вот хаотическое богатство, оно не... Ну, то есть оно, в случае групп крови, оно ножом прям разделено на разную группу. А в случае вот этих вот, понимаешь, функций, это кто-то придумал, что оно разделено. В случае цветов, что их семь, это кто-то придумал, что их семь. А я скажу, что их двадцать. Со вкусами их было четыре. Потом говорят, о, оказывается, ещё вкус есть у маме. И все говорят так пальчиком, вы знаете, что вкус и флейвор – это две разные вещи. Потому что, значит, это у нас вкусовые есть рецепторы, а есть альфакторные. И вкуса всего четыре. Почему четыре? Потому что с времён, когда у нас четыре темперамента, четыре стихии, четыре юнгянских функций, у нас ещё каждому из этих всех соответствует же какой-то вкус, понимаешь? Это же тоже красивый, элегантный, очень монголический, мам, англоподобный. Вот, то есть кто-то это придумал, а теперь говорят, что вот есть всего четыре. И, между тем, у нас нету четырёх рецепторов вкуса, как есть три рецептора для времени. Вот вообще нет. Там ещё палочки. Палочки от чёрно-белой. Мы не про цвета, а про... Англоподобный. Да, да, да. И, кстати, они тоже огромное влияние, понимая. И, скажем, в китайской кулинарной традиции, гастрономической, то, что... Нет, это даже не то, что сейчас называют маофил. Это чувство, короче говоря, кинестетическое чувство, которое имеет отношение к еде, которую ты жуёшь. Насколько она упругая, насколько в ней завязают зубы и так далее. Это тоже категория вкуса. То есть вот... Чёлкает. Вот кто-то щёлкает, кто-то прилипает к зубам, вот эти все хрящки, да? Почему они жутких этих совершенно на наш вкус безвкусных оваломов едят? У них очень дико странная текстура. Их, когда жуёшь, это немножко взрыв мозга. И мы это не считаем вкусом, а они вообще-то считают. И кто прав? Они, конечно. Я очень много еды люблю за то, как она на ощупь языка. Конечно. И когда мы начинаем исследовать комплексный опыт, мы понимаем, что у нас вот это вот есть всего четыре вкуса. Это ловушка. И люди, которые пытаются построить... Есть, кстати, взаимодействие вкусов, что типа солёный приглушает сладкий. Солёный усиливает сладкий, что, кстати, по-моему, правда. Тем не менее. Но вот, короче, вот эти вот штуки, это вообще-то немножко херня. Потому что кислоты есть разные, горечи есть. У нас столько типов рецепторов, которые воспринимают горькие вещи, и они разные. Они прям реально разные. Причём они тоже разбросаны по всей длине желудочно-кишечного тракта. Есть, например, рецепторы горьких, вкусовые рецепторы в желудке, в кишечнике. Прямо всё на вас всё есть. Идёт ли по ним сигнал и доходит ли он до нашего осознания? Скорее нет. Сигнал скорее идёт. В смысле, скорее, да, потому что иначе, иначе мы не там нужны. Вот, короче, вот это вот всё чрезмерное увлечение дроблением сенсорного потока, на мой взгляд, абсолютно пагубно сказывается на всём. Но это очень, да, это очень красиво можно представить как инфографику, написать про это много книжек и так далее, и так далее. Вот. И делать очень такое умное лицо и говорить, что вы вообще не знаете, что вкусов всего четыре. А когда спрашиваешь, кто вам это сказал, ты понимаешь ответы на это. Вот. Ну ты знаешь, что ты это сказал. Да. Ну да, это успокаивает. Перед лицом хаоса это маленько успокаивает. И вот то же самое, да. А кто ты по архит... А ты знаешь, что для того, чтобы составить уникальное торговое предложение, тебе нужно вписаться, потому что ведь подсознательные программы, они же упакованы в разные пакеты. Кем упакованы? Кто упаковал их в 12? Ну, то есть... Почему именно в 12? Ну, красивое что? Ну, красиво. Ну, конечно, знак Зодиака 12. Четыре делится. Да, и опять же, можно их еще сделать на три, на четыре, разбить в разные группочки. Это тоже будет красиво и мантово подобное. Я разбила на четырехполку. Очень красиво получилось. Да, ну, понятно. А кто-то как в спирали их рассматривает. А кто-то как в спирали смотрит. А кто-то группирует по каким-то характеристикам, которые придумал. Точно так же, как все ученые. И, ну, это все очень понятно. И иногда бывает неизящно. А иногда бывает даже полезно. Вопрос задачи. А когда это бывает полезно? Вот тебе это когда бывает полезно? Ты же ведешь про них что-то. Расскажи, когда тебе это бывает полезно? Я по-другому. Порадуй меня. Я по-другому люблю. Я вообще, скажем, дикулярно люблю. Ну, во-первых, я говорю, что это к Юнгу не имеет отношения. Я честно говорю, что это Марк и Пирсон. И что это вообще... Ну, Юнг бы одобрил, мне кажется. То есть в каких-то границах применения работы с Пирсоной и с эго в целом... Ну, почему бы и да. Он бы сказал, ну, нравится, пожалуйста. Он вообще... Лишь бы был здоров. Ну, говорит, если задачам соответствует, ну, отлично. Позже как это... Сынок, солнце, говорит... Папочка, почему солнце каждое утро встает на востоке, а закатывается на западе? Ой, на закате. Ну, сынок, точно каждый день, точно каждый день ничего не трогает. Вот Юнг бы так сказал. Точно хорошо работает. Все в порядке. Не чешется грандурас, не чешите его. Вот. И меня интересует гораздо больше, чем группировка по... Арманчикам, чем группировка по категориям. Она меня вообще мало интересует. В силу моего устройства, опять же. Меня интересует динамика. То есть я вообще, если говорить, что я делаю, когда я говорю о дюжниках, я в целом говорю то, о чем вроде как никто особо не говорит. Меня интересует, что происходит между ними. Еще между ними что-то происходит? Ну, как они... Если это антогенез, а, собственно, Кэрол Пирсон и Маргарет Марк, по-моему, они в итоге сказали, что это в целом антогенез, антология, то в целом это матрешка от одного к другому. И это может стать циклом, который может разворачиваться в спираль. Причем, мне кажется, запросто может так в расширяющуюся спираль, так и в угасающую спираль. Я вот это как-то реагировала. Ну и, соответственно, если это антогенетическое движение, меня интересует именно движение. И вот так пока никто не смотрит из того, что я наблюдаю в информационном процессе. Поэтому мне интересно, как одно переходит в другое. Если это антогенез, то мне интересно, как, почему, на каких дровишках. Почему мне это интересно? Не почему. Ну, как бы просто... Здесь, как бы, это не нуждается в оправдании. Интересно, значит, интересно тут, как бы, да? Вот. Она так же, как и там, ну, как бы, ровно по тем же критериям, я ее давно так кручу, она высокой прогностической... обладает высокой прогностической ценностью. А что ты прогнозируешь? Ну, следующий шаг можно прогнозировать. Например, что дальше произойдет? Какой-то задачи. То есть, ну, есть какая-то задача, эту задачу можно прогнать по этим штукам, и у нее хороший прогностический потенциал. А еще у нее очень хороший диагностический потенциал. Знаешь, когда что-то не получается, тоже задача, дело какой-то деятельности, такая деятельностно ориентированная штука. Вот если что-то не получается, эту штуку, то, что не получается, задачу можно прогнать по этим штукам вперед, назад, и найти с высокой степенью вероятность какой-то инсайт, который прям реально тоже хорошо работает, поправляет дело точечно. Слушай, а мне кажется, что, прости, что интересно? Ну, мне вот это интересно. Мне интересно, чтобы работал. Понимаешь, мне всегда интересно, у меня такой прям вот стимпанковый визуализация, мне интересно, когда оно все закрутится. Почти все задачи у меня, они динамические. И в жизни, и в том, как я формулирую, это всегда что-то, что крутится. А когда что-то сломалось, оно просто не крутится. А если оно не крутится, надо найти, где. Чтобы куда ткнуть, чтобы оно закрутилось. Ну, или ткнуть, или посмотреть, или там, ну, короче, там разные уже могут быть варианты, но моя точка интересует, но крутится или не крутится, дышит или не дышит. Ну, спирация или движение. Поэтому я, видишь, на типологию пирсона смотрю не на как на типологию, а как на движение. Надо же, как интересно, вот когда я ищу, как ты говоришь, дыхание жизни, мне все эти типологии, его, наоборот, мешают скорее различить. Но, видимо, я специфическим образом понимаю дыхание жизни, потому что, например, как ты сказала про прогностическую силу, я-то подумала про другое применение, что если ты видишь, что перед тобой бунтарь, то... Отойди подальше. Нет, не отойди подальше. Если тебе нужно, чтобы он что-то сделал, запрети ему. И очень легко он просто... Ну, как бы ты нажимаешь на эту кнопочку, и все. То есть, да, как это, что называется, как бороться с подростковым сексом, вести уроки по сексу, спрашивать домашние задания. Вот. И если ты хочешь, чтобы герой помыл посуду, да, ну, скажи ему какой-то огромный подвиг. Вот. И как, значит, принцесса страдает без помытой посуды, и, ну, как бы, да. Ну, я... А, вполне. Я тут выступаю как сраный манипулятор. Вот. Как бы. И я, на самом деле, я этим не пользуюсь. Я этим не пользуюсь, потому что, да, потому что считаю, это ниша своего достоинства. Как-то, ну, к самораскрытию, извините. Вот. Но, да, потому что мне не нравится вот этот механистический подход, но иногда он прямо, он прямо вот виден. И мне, да, наверное, история в том, что мне не нравится пользоваться вот этими моментами несвободы человека. Потому что, когда он ограничен собственным типом, а бывает, что он ограничен собственным типом, прямо видно, что он, ну, по-другому он не может. Ну, бедолажечка. Конечно, можно это использовать. Ну, не то, что использовать. Можно как-то играть так, чтобы это было всем во благо. И ему тоже. Но, наверное, я просто как сильно не люблю эти моменты несвободы. И, не знаю, что скажешь. Я с тобой полностью согласна. Ну, да. Так, ну, а маркетинг, типирование по этим самым, это же вот именно эта штука, это манипуляция. Да, о чём и речь. И как бы мне всегда очень, знаешь, странно, что это всё пытаются как бы так всерьёз натягивать на себя. То есть не просто вот это вот всё, или считывать другого. Потому что, опять же, если ты видишь, что другого заклинуло специфическим способом, ну, да, либо уйди, либо направь его в нужное место в стенке, или в проход, если ты вдруг добрый, а проход в стене есть. Ну, как бы такая история. А если вот это прямо на себя, знаешь, как кожу наращивают, ну, что же это такое? Ну, хотя, знаешь, хотела, да, тоже сказать, что никогда не говори никогда. Я вот говорю, что мне это всё не нравится. Но недавно я ощутила, я ощутила и в себе тоже вот эту некоторую, некоторую, значит, жажду. Потребность. Да, да, потребность и соблазн. Я бы назвала это соблазн. Вот. Соблазн, ну, в плохом смысле, потому что, опять же, это не та история, которой я хочу пользоваться. Но прям есть вот... Я понимаю, что это облегчёт, облегчает жизнь. Вот в каком смысле. Что вот я сейчас, значит, работаю... Работа, боже, как я говорю. Короче, мы пытаемся придумать с дизайнером дизайн интерьера для ремонта. И я как раз дошла до той точки усталости, что я вместо того, чтобы, значит, уточнять свою безумно длинную детальную ТЗ про стены цвета, значит, уставшего персика, вот, и, значит, фактурную штукатурку мы делаем вот с таким вот размером зерна, вот, я уже так задолбалась, что я уже просто на секунду я поняла этих людей, которые при слове ремонт, во-первых, они впадают в ужас, потому что как же это столько решений, а во-вторых, они говорят, так, нахер, покрасим стены белым цветом, купим мебель в Икеи, чтобы ничего, чтобы меня цепляло. Потому что, как, думаю, так, хорошо, а вот взять и по изголовью пустить алый кант. Это же будет так красиво. А потом я думаю, блин, алый кант, Анна, у тебя вообще все в порядке с головой, алый кант, он тебе надоест быстро. А потом я думаю, я же хочу сделать себя красиво, почему я не должна рисковать? Ну, то есть, алый кант в спальне требует от меня, я требую сама от себя, как бы, некоторые смелости. Потому что я говорю, я хочу, чтобы у меня был такой интерьер, который удовлетворил бы мою глубинную, уникальную, понимаешь, художественную, художественную, что, жилку. Натуру. Натуру, да, натуру. Вот. Но это сложно, и это, как бы, требует, некоторого, некоторой решительности. И цена вопроса, конечно, ну, не понравится кант, закрасишь, господи. Ну, то есть, это, конечно, гемор, но, в принципе, это же не очень страшно. Но когда таких штук накапливается много, начинаешь думать, а может, мне не очень хочется, может, ну, просто в бежевенький покрасить. И, ну, слушай, это предательство себя же, честно говоря. То есть, если тебе на самом деле не хочется в бежевенький, ты просто говоришь, что, ну, что я говорю самой себе? Я слишком устала, чтобы сделать самой себе хорошо. Следующее, что я говорю, что, блин, нет. Это какая-то неправильная ситуация, в которой я нахожусь. Потому что, то есть, да, вот это вот. Очень хочется уже, чтобы кто-то сам за меня всё это решил. А теперь он мне сказал, Анна, ну, что же вы хотите? Вы же типичный эстет с нотками мага, мудреца и усталого персика. Вот. И тип фигуры груша. Но вам показан по интерьеру зелёный цвет, значит, вот такого вот понтона. В оттенке Терпэрмэр 2.0. Да. И тут, понимаешь, и тут мне не надо ничего, кроме как пройти тупой, хорошо, сложный тест, мне ничего не надо решать. Всё уже решили за меня. Я такая, ну, хорошо. Ну, раз вот это, я же могу не мешать. Дайте мне гарантию, что этот зелёный цвет оттенка Терпэрмэр 2.0 мне понравится. Кстати, кстати, а если он мне не понравится, я скажу, дизайнер козёл. Да? Вот. Да, или тест был плохой. И никто не будет говорить мне внутри самой себя, о чём же ты думала, дорогая, когда выбирала этот цвет. Но, слушай, ну, я тебя хочу сама выбирать. А ты как, ты сама хочешь выбирать? У меня очень слабая, я как это, как кабачок, значит, с воротами между ушей. Короче, я не знаю, по какой типу выбирать, но у меня не очень хорошо с оттенком. Я мучаюсь, мучаюсь. Я мучаюсь, причём я мучаюсь даже, знаешь, я хочу выбирать. Может быть, я хочу выбирать. Но я выбираю такую херню. Вот. Что, вот как этот человек с плашками. у меня очень плохая чувствительность. Ну, как бы лучше, может быть, чем у кого-то, но хуже, чем, например, у моего мужа и ещё у какого-то количества людей, которых я калибрую, как люди, которые выше меня стоят, значит, по эволюционному развитию, по этому вопросу. Это смешного доходит. Это вот там, Дима, долго меня, ну, по гендерному делению, я должна была выбирать за надежду. Ну, как бы, вот квартира есть. Ой, зная, как ты выбираешь себе одежду, я уже начинаю ещё рукой попкорн. Да, и вот, надо занавески. Но не нахожу. Надо занавески, надо занавески, занавески. Надо, я такая, ну, надо занавески. Ну, в целом, наверное, надо занавески. Тебе надо занавески? Ты, короче, ну, занавесками, я заботю. Ну, занавески, нафиг, не надо, мне всё нравится. Какое-то, конечно, это время, в общем-то, заняло, потом он такой, говорит, я нашёл занавески, смотри, вот как тебе это? Я говорю, ну, занавески. Вот, а как тебе это? А как тебе это? Вот выбирать, понимаешь, Анна? Ты вот меня спрашиваешь, как выбирать? Я такая, ой, ну, это ничего, это вот однотонная, я люблю однотонная. А это, он такой, а вот эти, смотри. Я говорю, фу, Дима. Он говорит, так, чего нет? Я говорю, голубые какие-то. Он такой, ладно, поехали, посмотрим вживую. Мы поехали с ним вживую. Он показывает, не знаю, ну, как тебе? Ну, он, женщина, знаешь, должна занавески вешать. Вроде как это женское дело, по всем стереотипам. Я говорю, ну, 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 Дима, ну, они по цвету-то не подходят. И он такой, ладно, мы едем, короче, домой, не прям в тот же день, но через какое-то время мы едем в этот же магазин, а у него лежат специальные, остатки обоев для этих целей. Там три цвета обоев, да, три цвета обоев в квартире. Ну, это красиво. Он отрезает три куска этих обоев. Мы едем в этот же магазин смотреть на эти занавески, которые дважды, что, 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 я говорю, порыла и вообще не годятся, с тремя кусками обоев. Дима подходит к этим. Ну, смотри, прикладывайте три куска обоев к этой занавеске, они идеально подходят. Идеально подходят к этим. Неудобняк. Идиотским, совершенно идиотским, с голубым, с какими-то вот такими круглыми штуками, а там на стене бамбучинки. И я такая, я в этом месте, все, у меня в этом месте коллапс происходит, все меня, кастрация просто полная, потому что я понимаю, что я дебил, что у меня, ну, я бы зуб дала бы, понимаешь, если надо было на деньги спорить, я бы на деньги поспорила, что эти занавески дебильные. И не подходят по цвету. Но когда тебя, ну, приводят к этим занавескам, с тремя кусками обоев прикладывать, я вижу, что они подходят идеально. Но у меня нет в голове вот этого. Нет, я даже не про это говорю. Ну, это то, что ты говоришь в голове, ну, а чего, ты же не дизайнер интерьеров, ты не должна это делать. Дима тоже не дизайнер интерьера. Ну, окей, у кого-то это лучше получается, у кого-то лучше. Я была уверена, что я ненавижу изголовье с каким-то паттерном и орнаментом. Вот, а потом я поняла, что все картинки, которые мне действительно понравились, с орнаментом из головы. Да, где-то это такая зебра, где-то это какие-то кони нарисованы, вот, где-то это что-то еще. И я, в общем, осталась в абсолютной задаче от самой себя, потому что я была уверена, что я их ненавижу. Но, как бы, да, с другой стороны, это хотя бы не клеточка, про клеточку. Пока все равно. Вот, но, ну, ты же умеешь выбирать, что для тебя важно. Вот еду же ты нормально выбираешь? Очень мучительно выбираю еду. Когда получается, то хорошо. Все мучительно. Мучительно очень. Я не мучительно только в иллюзиях. Вот, хорошо витаю. Вот в иллюзиях мне хорошо витать. А все, что касается выбора чего-то, оно довольно мучительно. Я, знаешь, как люблю выбирать? Вот, из того, что я, как я. Это не для всех, это вот я про себя. Ну, так я же про тебя. Да, да, да. У меня бывает круто, когда я вдруг нахожу что-то, что соответствует действительно моим внутренним вот этим мечтам, иллюзиям, вот этим всем лесам и туманам, из которых, к сожалению, состоит моя башка. То есть, вот момент узнавания есть. Ну, он так редко случается, то есть, это именно, это довольно мучительный процесс. Это редко, слушай, в том-то и дело, в том-то и дело, что он редко случается, но это же, понимаешь, на мой взгляд, это повод себе посочувствовать, а не повод пытаться запихать себя в рамки грушевидного эстета. Понимаешь, потому что, потому что, да, у меня тоже, это как, опять же, прекрасный, кстати, вот пример, пришел мне в голову, сам себя не похвалишь, как делится, вы знаете, насколько размеров делятся люди? Что? Люди, люди, насколько размеры X, M, L и XL, вот, все, на этом мир заканчивается, потому что размерная линейка одежд в обычном магазине, она примерно такая, вот, все, и как бы, что может сделать человек, которому важно, чтобы одежда сидела хорошо, шить на заказ, или с каждой херней, к которому подошла в каких-то других историях, идти в ателье и для себя перешивать, и не пытаться, да, и как бы, мой поинт состоит в том, что вот надо идти и перешить, вот мне все, вся одежда, у меня длина, естественно, потому что я 160 сантиметров просто, вот я иду ее и обрезаю, и я не пытаюсь встать на каблуки, я не пытаюсь похудеть свою попу до того, чтобы она стала тоже размера М, например, потому что, ну, потому что я же размера М, понимаешь, у меня просто попа не соответствует размеру М, значит, надо ее привести к этому, ну, на прокурс-то выложим, речь, да, 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 я про него вспомнила, вот, а это же херня, то есть, как бы, вот эти вот размерные рейки к тебе, к человеку не имеют никакого отношения, и нету, более того, нету ни одной женщины, которой у них удобно, потому что все женщины разные, это удобно только одним людям, производителям тканей, нет, ну, бывают люди, которые вдруг вписываются внезапно, но это погрешность, это погрешность статистическая. Есть лекало, понимаешь, есть такое понятие лекало, подходящее лекало, вот мне Карен Миллен подходит, мне дизайн не подходит, но если говорить про лекало, я как бы могу найти одежду, которая на меня сядет, но я носить это не буду, понимаешь? Тоже, вот, вот, вот тоже история, да, то есть мы как бы, не надо впихивать в себя, что вот я типаж, да, и теперь вот ты будешь говорить, а я типаж Карен Миллен. Нет, нет, в чём-то и дело, что нет. И дело в том, что когда мы приходим к тому, что вот мы такие уникальные, правда уникальные, мне правда иногда говорят, что нет, есть вот ты, Анна, такая сложная, а есть люди попроще. Но в целом, вообще-то каждый человек сложный. В той или иной плоскости у нас сложность будет развита по-разному, естественно, по четырём функциям, как мы уже знаем. Но, тем не менее, каждый сложный. И фрустрация такова, что сегодня мир очень кластеризован, и мы не можем себе взять вот это готовое, которое лично нам прям вот подойдёт, вот подойдёт, уверенно из какого-то одного кластера. Мы не можем. Это большая удача и редкость, и к ней надо когда-то вносить. Иногда можем, но чаще всего не нужно вот это всё генерализовать. То есть, понимаешь, если лекала Левчиков в определённые фирмы подходят, скорее всего, тебе очень повезло. Вот, опять же, а если у тебя, например, две груди разного размера, ну, они по-любому будут разного. И это огромное тоже. У многих женщин так. И всё, и никто не будет шить левчики с двумя разными чашками. Можно, конечно, порезать и сшить, но вряд ли это сработает. Ну, да, наверное, и инженерно не сработает. И как ты говоришь, вот иллюзия и момент встречи – это не иллюзия, это твой уникальный внутренний мир. Это просто как бы внешний мир готовых товаров. Давай сделаем этот оговор. Внешний мир готовых товаров не заточен, естественно, по то, чтобы обслуживать твои уникальные потребности. Нет. И что это значит? Он не задумывался так. Он так и не задумывался. Он задумывался для того, чтобы извлечь максимум прибыли при минимуме, за тарат. Вот для чего он задумывался. Надежная линейка задумывалась для этого. Все, значит, вот эти вот классификации, меню и так далее, они тоже задумывались для этого. А если ты хочешь обслужить свой уникальный внутренний мир и создать себе нишу, которая подходит под тебя с разных сторон, то твоя задача – не пытаться себя уложить непрокрустного ложа и потом закрыть глаза и делать вид, что, ну, ничего, я же любому нишу не должна нравиться. Не важно, что я на самом деле чувствую. Нет, а твоя задача – взять на себя, блин, труд и выбирать, где это будет плохо получаться, что очевидно, где это будет получаться лучше. Опять же, чем больше мы тренируемся, тем лучше у нас получается. Вот мы съели что-то, да, ты купила себе обои или там что, занавесочки, да, со странной историей. У тебя уже есть какая-то зарубка, вы говорите, что, блин, что у нас все не так просто устроено, как я думала? Вообще. Вообще. Вообще непросто, да. Ну, то есть, вот мой поинт к тому, чтобы не указывать себя на прокрустного ложа. Во-первых, во-вторых, не корить себя, потому что мне как-то вот в твоем… Сволочек, море опять полетели, а. Извините. В твоем рассуждении, у меня, правда, слышится нота самого осуждения, что там, иллюзии. Нет, к сожалению, вот это то, ну, иллюзии, потому что… Ну, слушай, у нас… Хорошо, давай… Окей, у всех у нас есть иллюзии. Фантазии, конечно. А фантазии, фантазии, это же, слушай, фантазии, это же цветы на грядке нашего либеда. Это же то, что мы должны холить или лезть. Именно поэтому случается, как ты говоришь, вот этот момент узнавания, потому что, когда твой либедозный цветочек нашел отражение где-то во внешнем мире, ты же это знаешь, ты это видишь. Это такое восхитительное чувство. И мне кажется, что даже если это редко случается, не надо говорить, что это исключение, и что, ну, раз уж это так редко, то пусть лучше будет вместо нового года, вместо секса просто всегда будет Новый год, да? Нет! Ну, это чудо, к нему надо относиться как к чуду. В целом, приближать чудо имеет смысл. Ну, как бы, чем более точно к себе относиться, чем больше там, ну, опять же, осознавать ограничения свои и, ну, и компенсировать ограничения, грубо говоря, осознавать свои сильные стороны. И, ну, пользоваться сильными сторонами. Я, например, не соглашать. Ну, вот у меня, опять же, сильная сторона в данном случае, я, как принцесса на горошине, я чую, когда мне не нравится. Мне очень трудно, чтобы мне понравилось, правда, трудно. Это, с одной стороны, ну, как бы, если это не осознать как сильная сторона, об этом тоже можно раниться. При неразвитом вкусе, знаешь, иметь высокие требования, это полная херня. Потому что, знаешь, вопрос, а как не так, да, ну, а вот так, не так, а вот так, все равно не так, а как надо, я не знаю, но не так. Вот такая, в общем, мой выбор выглядит таким образом. Очень низкое соглашательство и при этом невысокая деятельность. Я очень понимаю, у меня в интерьере, я нахожусь на том же, на той же стадии, да. Я только с цветами знаю, что мне где нравится, вот здесь я точно могу сказать, где и как, и даже как, что называется, вот. А дальше, вот, да, когда дело доходит до кружочков нарисованных лошадей и алых кантов, я тут как бы прямо, да, я встречаюсь. Ну, понимаешь, ну, это же, мне кажется, что это путь нашего развития в том числе, потому что это твоя задача, которая, опять же, ты должна узнать себя, это не, ну, то есть дизайнер не то, что должен, хорошо бы, чтобы он тебе помог, или там продавец в магазине, хорошо бы, чтобы он тебе помог в выборе, вот. Но вообще продолжить дорожку от самой себя к самой себе, это твоя задача, это личностный рост, мне кажется, это и это в том числе, разве нет? Да, и это как раз, ну, мы с тобой, помнишь, начали с инфантильности к взрослости, вот это взрослость. Потому что инфантильность, это я буду орать и топать ножкой и ждать, пока, ну, кто-нибудь меня, наконец, отцепирует, отцепирует, и, наконец, продавцы-консультанты в магазинах одежды перестанут быть такими дебилами, как они есть, и дизайнеры перестанут быть такими дебилами, как они есть, и производители пусть перестанут быть дебилами, пусть вообще весь мир перестанет быть дебилами, почему? Потому что я хочу, чтобы они все сделали так. Я не хочу платье, я не хочу ничего решать. Да, вот она, вот наша наша метода. Окей. Ну, как бы, да. Понимаемо, неодобряемо. И как бы, ну, просто... Сочувствуем, но неодобряем. Не работает. Ну, как бы, сочувствуем очень, сами там телепаемся. Просто, ну, так не работает. Надо изучать, ну, матчать, пользоваться услугами. У меня, да, ты ржала как про подбор одежды, вот у меня консультант есть теперь. Я не знаю, как это работает, он объяснить не может. Но когда он говорит огонь, я потом это ношу годами, хвост и в грибу. А когда он говорит, да ну фигня какая-то, ну, значит, я просто не ношу годами. Разбираться, как это работает, я не буду. Вот она встает на востоке, встанется на западе, ничего не трогает. Работает. Ну, как бы, мы не можем личностный рост сразу во всех направлениях делать, понимаешь, делать. Это очевидно. Вот, в каких-то придется нам не расти, и брать, особенно, если тебе есть кому посоветовать, это же огонь. Можно, наконец, личный рост в каком-то другом форме сделать. Ну, хоть чуть-чуть подвыдохнуть. Можно, вот я, как это, немножко счастья. Можно без опыта обойдемся, можно просто... Да, 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 да. Пусть небыло счастья. Вот, хотя этот же гад, когда я говорю, он такой, ну, всякий раз, ну, не всякий раз, но спрашиваю, да, что тебе на день рождения? Я в какой-то год к нему пришла, как раз лет, там, сколько-то назад, я говорю, я хочу на день рождения стилиста. Он говорит, нет. Я говорю, в смысле нет? Он что, вы не сочувствуете голодающим детям Германии? Он говорит, очень сочувствую. Он говорит, вам это жалко. Антимик, он говорит, нет, не жалко. Я говорю, а почему тогда мне нельзя стилиста на день рождения? Он говорит, ну, ты сама с этим лучше разберешься. Ой, какая тварь. Ой, какая тварь. Вот я тебе хотела, да, собственно, мой поинт сводится к тому, что, в принципе, если у тебя, начиная с некоторого уровня осознания, к сожалению, делегировать разбор себя стилисту, это, ну, как бы, немножко дурный тон. Вот, и ты, это будет твоя упущенная возможность личного роста. Потому что вот это, ну, вот эта вот зона твоего ближайшего развития, ну, не может никто, да, не может, не может ни дизайнер сказать, какую я хочу картину на стене повесить. Я, кстати, я уеду, извините. Я видела, ну, поскольку я, значит, разбираюсь с этим дизайном, читаю всякие статьи про дизайн, вот смотрю, как, значит, другие, да как-то другие дизайнеры что делают. Вот, там прекрасное было. Вот как раз случай делегирования. Значит, дизайнер рассказывает, как она сделала квартиру для девушки и говорит, ну, значит, вот у нас на стенах висит, висят произведения искусства, картины, значит, художницы Маши Пупкиной, московской. Вот, и я, когда увидела вот эту картину, я сразу поняла, что она должна здесь висеть. Она висит напротив входа в спальню, а хозяйка, когда увидела, она сказала, ой, надо же, а кто это нарисован на картинке? Она так на меня похожа. Это что, мой портрет? И мы посмотрели, увидели, что действительно есть сходство хозяйки с девушкой на картине Маши Пупкиной, которую я интуитивно подобрала для этого. Кстати, против дизайнера я ничего не имею, но просто когда я вот, это иллюстрация к стилисту, да, делегируя стилисту, ты внезапно можешь обнаружить, что кто-то решил, какая картина будет висеть в твоей спальне. Мне в этой ситуации делается неудивно. Не знаю, как тебе, но как бы это как делегировать собственный оргазм, да, то есть чтобы кто-то это за тебя, ну потому что, ну что вот это вот всё, какая-то прелюдия, господи, вот, а можно кто-нибудь другой за меня? Кто, партнёр половой должен, собственно, за оргазм отвечать? Ты не знала об этом? Ну, подожди, нет, пусть и сам процесс тоже кто-нибудь, пусть они, короче, там сами как-то, без меня я посплю просто. Вот это вот история. Вот, хотя да, что оргазм партнёра, наверное, все это тоже есть. Ну вот, ну да, ну, неуютно вот в такой. И мне кажется, что начиная с какого-то уровня ресурса, если что-то у тебя есть, то если ты вот идёшь на это, ты его сливаешь просто. И как это, use it or lose it. Если ты можешь различить, что тебе нравится, иди, плачь, давись, но находи то, что тебе нравится. И не надо, ну, то есть не то, что не надо. Если ты это делегируешь, то следующим шагом ты будешь делегировать всё остальное. И это не личностный рост, а личностный регресс. Сорян. В моих личных ростах. Ворачивается спираль? Да неуправда. Анна, что уж там, токсичный же у нас подкаст. Токсичный, токсичный. Будем мы их говорить. Ни о чём, мы ММВ предупреждаем. Ну, в этом смысле, да. Вот этот локус внутреннего контроля, вот эта внутренняя точка, это вот реально моя такая боль по поводу внешних экспертов. Она у меня начала болеть очень сильно, когда я увидела, как, ну вот, я одно время была в различных материнских сообществах, и я вдруг видела, как женщины теряют точку опоры, самое важное, что нужно в материнстве, потому что кто-то должен сказать, как правильно. И это вот реально коготок увяз, и вся птичка пропадает, понимаешь? Да-да, после этого говорят, а как же родительство, а как же да, но с детьми просто это очень наглядно, потому что там ну реально вот единственное, что нужно, это быть целиком и говорить то, что ты говоришь всей собой. То есть ты говоришь, нельзя жрать асфальт. Ну, как бы ты веришь в то, что нельзя жрать асфальт, если сама, то он и не будет жрать асфальт. Да, а потом ты приходишь к точке, а что же делать, если я говорю, что нельзя, а он надо мной смеется и кричит. как бы. Например. Да. Ну, и как бы вот в этом месте единственное, что нужно, это вот найти точку опоры, хоть в чем-то. И от этой точки опоры опять заново отращивать что-то. И ни в коем случае не сдавать эксперту ни перышка, ни когтика. В целом, ну, вообще-то и с дизайном, я полагаю, такая же история, и с сексом такая же история. Ну, как бы начал делегировать хоть что-то к партнеру, начиная с того, кто кого выбирает. Ты выбираешь себе партнера, потому что ты его хочешь, или ты согласилась, что он тебя хотел, и там, что тебе важнее, что тебя хотели, или что ты хотел. Вопрос вопросов, на самом деле. Но дальше начинается уже, ну, как только, например, сексуальность не субъектная серия, вот, я экстраверт, я хочу, у меня либидо в объекте, я тебе, какой, сюда иди. Вот. Понятно, что дальше... Терсик, не устал еще, еще ничего. Понятно, что нельзя, например, с точки зрения женской гендерной стилизации, ну, дайди, он не пойдет, испугается, надо ему власти строить издалека и говорить, позже-позже у меня, ну, что-нибудь, придумайте, все умные девочки, придумайте. Стиральная машинка сломалась, да, как бы, если, давай играть в прятки, если, а если ты меня не найдешь, я вон за той трубой спряталась. Да, 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 если, ну, если, например, вот, ну, там, на том конце провода интеллигентный мужчина, он, правда, не будет вот этого Ржевского исполнять, типа, мадам, разрешите вам спиндюрить, но он в целом приспозирует, что, ну, в живого человека тыкать невежливо ничем. Ну, этот танец придется как-то станцевать, обозначить свой эротический интерес социально-приемных условий. И со стилистами, видимо, получается такая же история. Ну, грубо говоря, когда кто-нибудь, какой-нибудь торговец одежды в зале приносит тебе платье, если мне, хорошо, не тебе, мне приносит платье, вы смотрите, какое платье вам будет очень хорошо в этом сезоне, сама Ван дер Бильдик в этом ходила, вы смотрите, скидка из 50%. Если у меня нет внутреннего, да, или внутреннего нет, я не смогу ничего сказать, ну, как бы, против аргумента Ван дер Бильдиха молодец, Собчак в этом ходит, ну, короче, любые имена, или там, это самая модная коллекция, ну, факт, скидка 50%. И что, а я при чем здесь? Да, но для этого вот эта вот внутренняя штука должна быть, поэтому, да, конечно, use it and lose it, и это грустно, токсично, но давай будем, ну, как бы, мы уже старенький с тобой, может, все позже, женщины, за 40? Да, ну, то есть, как бы, при этом, при всем, я совершенно, как это у меня, я у самой дизайнер, вот, я же не говорю, что это прям вот, нет-нет, потому что самой, вот в этих вот морях разливанных, конечно, нереально разобраться, если у тебя, ну, то есть, реально, ну, на хрена тебе тратить столько времени и сил на вот это вот дело, да, но, какие-то вот прям близкие к телу вещи, вот прям, прям сама-сама, и мне кажется, что в данном случае дизайнер, как и стилист, он может быть хорош, как проводник какой-то, ну, гид, как советник при Сильвере, да, то есть, вот здесь у нас висит синенькое, здесь у нас висит желтенькое, вот, и расскажите, что вам нравится, а я расскажу вам, где похожи, но, но в целом, все равно, решите для меня, это не вариант для меня, хотя очень хочется, очень хочется, настолько понимаемо, настолько говорю, вот прям, я, ну, особенно, когда задолбался, особенно, когда ресурсы нет, как вот ты говоришь, да, слишком устала, чтобы делать себе хорошо, это слишком часто, ну, происходит, конечно, ну, просто нельзя принимать решение на низком стиле, да, нельзя, нельзя на этом, потому что в этом, в этом состоянии ничего ты себе хорошо не сделаешь, а значит, остановись, подыши, покушай, вот, и, если уже, если это не твое дефолтное состояние, а ты знаешь, что вообще-то другое бывает, ну, дождись пока будет, вот, и, что подумаешь, как бы, сделай что-то, чтобы попасть туда-обратно, да, поспать надо, обычно, ну, как бы, утро-вечер мудренее, это про это, то есть, ну, ты так говоришь, как человек, у которого поспать, это возможно, я человек, у которого первое, что летит, это сон, мои руки тянутся сквозь камеру, чтобы немножко потрогать твое нежное горло, просто поспите, давайте вы просто, прости, пожалуйста, я не знала, ну, да, ну, да, вообще, вообще поспать очень помогает, я с тобой, самое-то, самое-то гнусное, что это правда, вот, просто, просто, да, я здесь даже не про поспать, а вот это сказочная присказка, что, типа, утро-вечер мудренее, она про это, что, ну, не можешь выбрать, ну, не можешь выбрать, это факт. Не выбирай. Не выбирай. Можно не выбирать ничего, есть такое волшебное средство. Да. Не должна. Ну, иногда должна, и это, жаль, что бывают такие ситуации, когда мы не в ресурсе, все равно вынуждены выбирать прямо сейчас. Это не про дизайн, не про стиль. Это не, да, но это не про дизайн, да, платье можно не покупать, вот, и все. Да. А надеюсь, можно абсолютно что угодно, и вот асфальт не развернется, прям, нет. Как-нибудь дожить до вечера, хоть сушка-чуть, чуть-чуть, там всегда можно в целом, ну, когда мы говорим про выбирать, потому что, ну, это не реальный стресс. Реальный стресс, там, как раз очень просто, надо бежать просто, и там, или бить. Да. Там нету вариантов, если он настоящий, как бы, настоящий трындец, когда он, он такой, достаточно. Да даже если не настоящий, а просто какая-то такая ситуация, в которой надо выбирать, ну, значит, ну, интересно у нас достаточно токсично получилось, или нет. Мне кажется, очень. Да, прям очень, ну, хорошо. Ну, давай, давай тогда вести к завершению, и давайте разрешим. Давай подытожим сначала, потом разрешим. Короче, границы применения инструмента. Да. Да. Есть типирование, типирование, как точка координат, как точка отсчета, которую нужно взять, просто потому, что мир хаотичен по природе своей. Любую. Вот какая больше. Да. И любители интеллектуальных упражнений могут развлекаться бесконечно, совмещая, придумывая со мной. Это так красиво, очень одобряемо, и, ну, как бы, отвлекает от деятельности. Ну, это-то и было целью. Ну, как бы, да. Просто если надо себя развлечь, это такое бесплатное развлечение, лучше, чем много что, соотносить модели и точки координат. Да, да, как животные делятся, на принадлежащих императору, пишут, как тех, которые удобно рисовать шелковой кистью и так далее. Вот, да, соотносите это, пожалуйста, с классической классификацией классов, классов, да, биологических, империя, клеточные, нацерство ядерные. И вот соотносите, кого там шелковой кистью удобнее рисовать. Очень интересно, немало, немало пользы можно принести, но в целом, критерием, на мой взгляд, критерием будет задача деятельностная у меня в этом месте, штука. Есть задача, есть какое-то количество точек отсчетов, которыми мы можем структурировать процесс. Уберем задачу, ее надо решить, берем наиболее подходящую точку координат, типируем как-нибудь, дальше начинаем действовать и корректировать гипотезы. Вот в этом месте сложно переоценить пользу так называемых типологий. Диагнозы, оси, обстоятельства. Диагнозы, когда тебе нужно быстро принять решение, и у тебя, в общем, небольшой выбор, тебе нужно какую из группы, из губ крови перелить, какие совместимы, какие несовместимы. Или там, не знаю, у тебя есть мельница и амбар с низким потолком. И ты типируешь всех людей на три типа. Первый тип, который может таскать тяжелые мешки, второй тип, который пролезает под этот вот узкий потолок, и третий тип все остальные. Отлично, и ты вводишь вот этот вот ранжир, и у тебя очень эффективно, люди прям, ну, в три потока ты хорошо все, значит, сделал. А потом ты говоришь, существует три типа людей. Откуда ты, из какой мельницы упал, чувак? Это не три типа людей, это у тебя потолок вот такого размера. И все, и все, понимаешь? И не надо никак по другому, вот как бы сделанную для этой категории ситуации работающую типологию, она абсолютно будет прекрасно работать, да, вообще роскошно. Но сделанную для этих категорий типологию не нужно применять в других ситуациях, во-первых. Во-вторых, прикладывать к себе зачем-то, для самопознания, блин. Это самая суходрочка, как-то люди смирают. самосуходрочка, и это познание мельницы того чувака, не себя. Тоже отвлекает от деятельности, да, кстати, очень хорошо. Да, да. Но менее сладостно, чем с этим синим. Вот. Короче, есть точка отсчета, начало проверки гипотез и так далее. При росте мастерства и понимания там как-то соотнесения мельниц, амбаров, мешков и прочего, можно будет просто размывать эту типологию. Ну, построил ты высокий амбар. Прекрасно. И как бы вот. И построил, или оставил один амбар низким, а в другом, значит, а в другой части построил высокий амбар. Тоже усложняется типология. В общем, в этом месте полет для творчества и, ну, Мирилом всего, и, кстати, для Юнга, для Бро Юнга это была очень важная штука. Мирилом всего является деятельность. Активность в реальном мире. Вот. А там дальше... Поговорил Фрейд, что там говорил, любовь и работа, да? Вот. Тоже деятельность, в принципе. Например. Он, видишь, на две категории это делал. Это как это? Человек с пилой может сказать, все люди делятся на две части. Для манипуляции это хороший инструмент, когда ты видишь, как именно человека заклинило. То есть, если ты врач, ты можешь давать ему лекарства в этом месте, а если ты человек, для которого важно получить прибыль максимум при минимальной затрате ресурсов, ты можешь им на пути ставить киоски с пепсиковой. Потому что их трек совершенно предопределен. Вот он бунтарь, если ты ему запретил курить, он по-любому пойдет курить. Поставь у него на пути ларек, и ты молодец. Это довольно открыто существует. Ну да, конечно, но плюс ли это тебе в карму, это вопрос. Этично ли это с твоей точки зрения? Вопрос моей, например, нет. Но как бы это понятно, и это тоже граница переменимости, она прям хорошенькая, вот она. Да? Ну конечно, термин боли аудитории. Боли аудитории, ну конечно, да. Как же не надавить на кнопочку боли аудитории? Ну вот как бы. Тем более как раз аудитория, у которой больно, очень хочет, как мы с тобой говорили, как раз вот в этом состоянии, очень хочется отдаться и сложить в себя ответственность, конечно. Это неприятная мысль, она правда токсична, тем, у кого больно, она токсична, но я, блин, знаешь, в последнее время очень интересуюсь внутри себя, пока еще в чеканном бронзе, но меня прям живо это интересует. Как, где граница, знаешь, между между ними и все-таки, ну, правдой, которую необходимо сообщить человеку, женщине, и я пока не могу в этом месте мне покажать. Слушай, а чем тебе сито Сократа не нравится? Принесет ли это пользу? Я, вот я пока с ситом, ну, то есть, мне кажется, что тут оно подходит. Это в ресурсе, когда не больно. Когда не больно, да, сито Сократа работает, все, все умеют, когда не больно, услышать правду. Ну, короче, я пока правда не готова чеканного бронзе, здесь какой-то такой, у меня... Ну, как бы, нет, подожди, а зачем ты говоришь? То есть, если кому-то больно, а ты хочешь сказать, ты зачем хочешь сказать? Чтобы что? Это понятно, у меня материнский комплекс, на сисе полное молока, я хочу нанести добро и причинить. Ну, это не то, что вы мезогини, но просто это, да, это вот, это мы хотим нанести добро, как, я прекрасную одну тетеньку недавно слушала, которая про образовательные программы, она что-то, вот, и кто-то ей очень жарко говорил, что, ну, вот, а че же человек там не доделывает домашние задания, я хочу построить так, чтобы он, как бы, типа, заставить его доделать, подождите, зачем вы у них отбираете их результат? Не надо. И, конечно, когда у нас все кипит, и мы этим кипяточком очень хотим с людьми поделиться, примерно, как мы сейчас с тобой, вот, но, да, мы дело добровольное, никто не хочет, не слушает, это, ну, да, это просто вот стравить пар, да, что-то сформулировать, никакое, ну, то есть я не думаю, что мы как особо прям пользу наносим. Не, я про себя, я говорю, мне прям хочется иногда прямо в том сказать, что это хрень. Ну, я говорю, что в таких случаях, если ты движима этим, то это история про тебя, может, это не мезогения, потому что ты же не хочешь нанести вред мезогения, если ты хочешь ударить и укусить, вот, а ты хочешь, да, ты вред не хочешь нанести, ты хочешь нанести добро, но это так же, иногда хуже, это так же малопродуктивно, понимаешь? А иногда это травматично, да. А иногда это травматично, но иногда травматичность тоже нужна. Я борюсь с собой. Да, ну, это наш личностный рост. В смысле? Да. Только наших широт. Да. You're the loser, да. Свобода выбора и любая свобода это тоже штука, которую либо мы используем, или мы ее теряем. Или мы отвыкаем от нее, отвыкаем, понимаешь? Это же вот прям... Мы не просто отвыкаем, но, Анна, послушай, какое количество желающих оттяпать условно-свободный ресурс у больной аудитории? Ну, огромное. Поэтому мы не просто от нее отвыкаем, как только вдруг мы захотели переложить ответственность и свободу, Господи, вон стоят толпами. Да, 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 к нам очередь выстраивается мгновенно, это правда. За этой самой злоходой ответственностью. Которые говорят, я все тебе, я же помогу тебе. Добро нанесу, пользу причиню. И некоторые из них действуют цинично и за деньги, а некоторые, как некоторые, не будем показывать пальцем, мы же мы собственными проблемами. По любви, как бы, да. Да, что не лучше. В общем, короче, граждане, мы разрешаем задуматься об этом вот ровно в этом токсичном разрезе, что свобода это то, чем мы пользуемся или теряем, что право выбора гребаного платья или там вкуса, или способа структурировать информацию, или решения для трудной задачи, которые не имеют очевидного решения, блин, это свобода выбора. И ее либо надо использовать, либо... Либо кто-то будет использовать тебя. Либо кто-то будет использовать... Для достижения своих целей. Да. И дай бог это будут просто какие-то денежки, которые с нас можно заработать. Кто-то может свои какие-то травмы и комплексы за наш счет подкормить немножко. Нехорошо. Нехорошо. Я бы разрешила еще, пока ты думаешь, что еще разрешить, я бы разрешила себя не укладывать в прокрустово ложе, если вы туда как-то не очень уютно помещаетесь. Если это размер одежды, если это типология Марка Пирсона, если это... Ларсен... Или... Да, или кого-то еще. То есть, как бы я разрешила, я бы разрешила себя не укладывать, если вы не укладываетесь, во-первых. Во-вторых, сильно бы разрешила не сводить себя вот к этому, да, к тому, что в этой коробочке, в этом кластере очерчено, как важные типовые вещи. Но не типовые, ну да, мы с тобой типовые женщины, в смысле, что мы женщины. Но может, как-то не сказать. Разъемы все абсолютно типовые. Да. Да. Я бы разрешила опираться на типологию там, где это удобно, как точку отсчета. Прямо невозбранно. Да. Легко. Я тоже разрешила. Отказываться от типологии вот ровно в тот момент, когда чувствуем, что она не по руке, не по задаче, что все сложнее, чем кажется. Это адекватное ощущение типологии, это стартовая точка. Я бы разрешила еще испытывать фрустрацию в моментах, когда сложно выбрать. Я тоже его, я понимаю эту фрустрацию. И я понимаю эту фрустрацию. И я бы разрешила не решать сразу, не давить на себя и отнестись к себе в этой фрустрации состраданием я бы разрешила. То есть вот, ну, как бы, да, вот такая вот я. Да. Вот. Потом еще, знаешь, есть такая штука, я такая сейчас. Конечно, сейчас, да. у меня сегодня объем бедра 110, а через 10 лет будет 150, а 10 лет назад был 90. Ну, как бы. И это были разные размеры, типология. Опять же, пока человек жив, он немножечко развивается. Но в хорошем случае, в хорошем, наверное, другие просто нас не слушают, я полагаю. Я думаю, что да. Группа крови, вот, кстати, не меняется, товарищи. Группа крови не меняется. MHC, который комплекс главной гист совместимости, не меняется. Хоть какая-то стабильность не меняется. Кое-что еще не меняется, но мы не будем про это говорить. Вот. А много чего все-таки меняется. А вот, тихо, а вот ведущая функция меняется в зависимости от области жизни и иногда в зависимости от периода. То есть, опять же, бро-юнг об этом четко говорит, что в разные, ну вот, один и тот же человек может в разных задачах испытывать разные сложности. Побыл-побыл мыслителем и хорош уже, наконец, пора и все. Ну, например, да. Например. Открыл для себя радости, понимаешь, перцепции. Да. Да. Ну, да. И и поплыл по интуиции, конечно. Очень трудно, знаешь, открывая радость и перцепции, вообще прогнозировать дальнейшие последствия и кучу всего. И ничего страшного, и все прекрасно. В этом смысле дыхание жизни действительно не укладывается ни в какую из моделей. А вот задача укладывается иногда. и хорошо бы найти подходящую модель, в которой хакать задачи. Вот. И ровно это мы имеем в виду. И используйте как инструмент. Да. Взяли в руки молоточек, гвоздик забили, и не надо причёсывать им. Не надо им в ванной кран открывать, молоточком мыть. Мы не для этого придумаем. Именно. 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 Типологии для нас, а не мы для типологии. Вот так. Ура. Вот. Мне кажется, что мы прям хорошо зафиналили. Как тебе? Мне нравится. Граждане униженные оскорблённые, просим писать комментарии, но соблюдать вежливость, потому что вежливые комментарии я удаляю. А бывают у нас невежливые комментарии? Немножко, да. Несколько раз было. Я, я вам даже показывала перед удалением. Ну, да, ну, ничего интересного, да. Комментарии, которые невежливые, в которых нет ничего интересного. Нет, даже не показывают. Я, я даю, я удаляю. Вот, можно подискутировать, можно какие-то Можно, прям, давай. Тема для будущих. Хотите, мы только за. Да. Да. Вот, всем спасибо, Анна, большое спасибо тебе, что победил. Спасибо тебе большое. все равно об этом. Мы капли из желчи у нас с тобой не возникали, нам надо стеживать желчи. Да, да. И, соответственно, в следующий раз мы давай поговорим уже, наконец, про мезогению. Еще раз у нас был из-за вывозка, мы сделаем еще один. Давай. У меня пока еще там нету застоя желчи, у меня там бурный. Ну, так надо профилактически. Ну, да, может быть. я правда об этом бурно внутри себя думала, потому что, ну, блин. Да. Ну, что ж, есть о чем говорить. Прекрасного вечера. Спасибо. Спасибо тебе. И всем всего доброго и хороших дней. Да.